На ваших экранах совместный рейд сотрудников военкомата и участкового полицейского. Они выявляют у клонистов то, что дверь вообще открыли, говорят сотрудники, большая удача. Обычно или всегда закрыто, или мальчика нет дома, как могло бы быть сейчас. Но юноша дома, по словам соседей, и от сотрудников уже не уйти. Правда, причина всегда найдется. Сотрудники военкомата говорят, что причины ребята придумывают самые разные. В разгар пандемии самой частой отговоркой стала фраза «Я заражен» или «Я контактировал». Однако и таких, как Даниил, тоже могут доставить военкомат. С начала осеннего призыва, то есть с 1 октября, поймали уже 30 человек. У нас более 500 человек уклоняются. Мы проводим постоянно работу по их розыску, оповещению и принятию дальнейшего решения, что же с ним сделать. За уклонение от прохождения военной службы предусмотрено два вида доказания. Это административное наказание в виде штрафа до 3000 рублей. И уголовная ответственность уже гражданина – это штраф в размере до 200 тысяч рублей или лишение свободы на два года. Теперь Даниила отвезут для прохождения медкомиссии. На работу военкомата пандемия тоже повлияла. Живые очереди у врачей можно увидеть только на архивных кадрах. Теперь не больше 10 человек, контроль температуры и средства защиты. Военный комиссар уверяет, что в армии заразиться новым вирусом еще сложнее, чем на гражданке. Но молодых ребят явно пугает не здоровая атмосфера, а год, проведенный в однотонной форме и неудобных берцах.